Добрый вечер! Хотя во всем мире давно уже считаются классикой. Канцони Неаполитана. Неаполитанские песни. Легкие, мелодичные, завораживающие мелодии. Санта-Лючия, Осоли-Мио, Фуникули-Фуникула, Вернись-Соренто. Это все они. Их поют оперные эстрадные певцы. Они стали саундтреками многих фильмов. В Италии и во всем мире проводятся ежегодные фестивали неаполитанской песни. Канцони Неаполитана переводятся на разные языки. О том, как возник этот жанр и как он развивается, расскажет наша сегодняшняя программа. Песни Неаполитанские, они, как правило, о любви. И они часто о любви несчастной, иногда счастливой. Но всегда есть вот эта горечь. Горечь, может быть, и есть какая-то удивительная, божественная красота, которая дана и самой природой Италии, и прекрасной архитектурой города. Италия по праву считается одной из самых музыкальных и поющих стран в мире. Такого количества прекрасных мелодий и музыкальных произведений трудно найти в музыкальной культуре других стран. Показательным можно назвать феномен неаполитанской песни. Это действительно уникальное явление. Неаполитанская песня есть в репертуаре практически любого тенора в мире. Итальянцы говорят о себе. Если существует что-то, что мы умеем делать хорошо, то это сочинять и петь песни. Пожалуй, с этим утверждением нельзя не согласиться. Италия подарила миру сотни прекрасных песен, не говоря уже о таком шедевре, как итальянская опера и феномене Бельканто. Песни родом из Неаполя, для которых характерна особая напевность, пластичность, изящество мелодии, всюду символизируют песенную культуру Италии. Она начиналась как массовая песня. Либо, как это, если перевести на наш сегодняшний взгляд, то это как эстрадная песня. И самое интересное, что первые 60-70 лет этой песни все развитие шло исключительно внутри Италии, вокруг Неаполя. Я неаполитанец. Без песни мне жизнь не мила. Так поется в песне Либера Бовио «Солдат». Действительно, музыкальные традиции Неаполя опираются на богатую многовековую историю. Многие ведут родословную неаполитанских песен с античных времен. Неаполя – один из самых старых оперных театров не только в Италии, но и в мире. И это город величайшей оперной культуры и город, где само население, как и во многих других городах Италии, вовлечено в оперу. Вообще в Италии обожают петь. Все. С самого детства до самой старости. В любое время суток, в любое время года. Вы можете услышать пение, арию. Даже непрофессионально спеют официантам в кафе в 3 часа ночи. И поэтому никто не будет кричать. «Эй, замолчите! Сейчас полицию вызовем!» Высуньте из окна все в пижамах и будут хлопать. Это традиция. Это очень музыкальная нация. Невероятно. И поэтому песня там просто возведена в культ. И юг – Неаполь, он самый музыкальный. Там огромное количество, во-первых, работало и композиторов, и музыкантов, и певцов. И юг – самый творческий, самый такой. Диржен в песне, в музыке. Хит в понимании Италии – это значит, человек слушает песню и поет ее. Выучивает и поет. Ходит по улицам и поет. Просто с театра выходили люди и распевали музыку того же. Пэрт, Деницетти. Просто пели на улице. Это и есть хит. Это и есть популярность. Это и есть традиция. Собиратель народного песенного фольклора Викторию Полиотти в своей книге «История неаполитанской песни» приводит свидетельство античного писателя Петрония Арбитра, который в своем знаменитом романе «Сатирикон» описывает языческие праздники, сопровождаемые религиозными обрядами, которые устраивались близ Неаполя, около Большого Грота. В 1200 году здесь была воздвигнута церковь Святой Марии, получившая название Пьедигротта, что означает «уподножие Грота». В XVII веке эту церковь посещали неаполитанские короли, чьи поездки всегда становились пышными праздниками с музыкой и танцами. И сейчас в Неаполе проходит карнавал Пьедигротта, во время которого проводится конкурс на лучшую песню. Это часто авторские песни. И, конечно, расцвет их со второй половины XIX века и до Второй мировой войны, и тем временем они сохранились и на протяжении всего XX века, и сегодня они имеют популярность. Авторская неаполитанская песня начала развиваться в XIII веке с распространением поэзии на так называемом неаполитанском диалекте, который сегодня называется региональным языком. Тогда в Неаполе была широко известна песня «Солнце всходит» – своеобразная хоровая молитва об урожае. Кроме того, в народе были популярны всевозможные музыкальные куплеты, песни, напоминающие частушки. Неаполитанцы сочиняли их по поводу различных, в том числе и политических событий. На недолгий срок неаполитанский диалект становится официальным языком неаполитанского королевства. Вскоре его сменит испанский, но поэтов и музыкантов это уже не остановит. С того времени и возникает традиция сочинять песни о жизни, немудреной работе и любви простых людей. Надо сказать, что вообще часто все-таки эти песни исполнялись мужчинами. И часто эти песни о любви, и чем они дороги и близки людям всего мира. Тем, что они как раз, они не только об Италии. Вот, допустим, некоторые оперы Верди, они становились манифестом политическим порой. А песни, консоны неаполитанские, они именно о том, что очень доступны и близко простому человеку. Простые человеческие чувства, но высокие, имеющие отблеск высшего начала. И это, если любовь, то это любовь очень сердечная, сострадание. Свой первый расцвет неаполитанская песня переживает в 19 веке. Музыковеды связывают это явление с укоренившимися в первой трети столетия ежегодными неаполитанскими песенными конкурсами, в которых принимали участие не только любители, но и профессиональные музыканты. Тем не менее, изначальная мелодика и стиль неаполитанской песни оставались весьма близкими к народному творчеству. В начале 19 века, это когда только что отгремела война, и Наполеон, как победоносно потом, позорно, проиграл войну. Вот как раз и развилась в это время неаполитанская песня. Одним из первых авторов этого жанра, это вообще народный жанр считается, как раз был Дени Цетти. Знаменательной датой в развитии неаполитанской песни считается 1835 год, когда во время карнавала Пьеди Гротта «Город услышал песню «Я так тебя люблю». У этой песни интересная история», пишет Виторио Полиотти. Вечером 7 сентября, когда карнавал был уже в полном разгаре, поэт-любитель Рафаэль Сакко по профессии оптик прочитал собравшимся у него друзьям стихи, положенные им на популярную мелодию, принадлежавшую, как говорят, Дени Цетти. Сакко попросили спеть. Когда автор в последний раз запел припев «Я так тебя люблю, ты же терзаешь меня», люди, столпившиеся под окнами, дружно подпевали ему. Легкая и изящная, быстро запоминающаяся песня в один день облетела город. Однако современные музыковеды утверждают, что, во-первых, песня стала известна несколько позже, в 1839-40 годах. А музыку к ней, которую традиционно приписывают легендарному оперному композитору Гаэтано Дени Цетти, скорее всего, написал все же не он, а приятель Рафаэля Сакко – Рафаэллы Кампанелла. Песня стала настоящим хитом 19 века. Сохранились сведения о том, что 180 тысяч изданных копией ее ноты текста были распроданы в самое короткое время. «Сегодня я так тебя люблю» считается неофициальным гимном неаполитанской музыки. Репертуар классической неаполитанской песни складывался с начала 19 века до послевоенных лет прошлого столетия. Это изумительно красивые песни, которые в течение многих лет символизируют Талию на мировой музыкальной сцене. Однако эпоха созидания в неаполитанской песне закончилась в 60-х годах 20 века. Мир не перестал их петь в старых и новых аранжировках, однако новых шедевров с тех пор не рождалось. Второй, самый основной момент подъема неаполитанской песни начался с Энрика Карруза. Он поставил неаполитанскую песню как в один ряд с большим профессиональным репертуаром. И этот заряд мощный, который дал Энрика Карруза, продолжил Джилли, Треви, Марио Ланца. И последние десятилетия 20-го столетия это продолжили три знаменитых тенора. Интересные истории создания некоторых знаменитых песен. Песня «Фуникулер» была написана журналистом Джузеппе Турко и композитором Луиджи Денце по случаю открытия в 1879 году фуникулера, позволяющего подняться на везувий. Песня была впервые представлена на фестивале Пьеди Гротта, а ее целью было привлечь внимание туристов к новому удобному способу подъема на вершину вулкана. Мы несемся, мы мчимся вверх на фуникулере, на фуникулере. Мы мчимся вверх на фуникулере. Мы мчимся с тобой от земли до горы всего один шаг, всего один шаг. Еще любопытнее история песни «Вернись в Соренто», написанной в 1902 году братьями Эрнесто де Куртисом и Джамбатистой де Куртисом. Говорят, появление песни связано с визитом премьер-министра Италии в город Соренто. Мэр города решил использовать эту возможность, чтобы добиться открытия почтамта. Он обратился к известному художнику и поэту Джамбатисте де Куртису с просьбой сочинить песню. Тот написал текст, его брат подобрал к нему мелодию. Когда на следующий день премьер-министр ехал на вокзал, его сопровождала эта песня в исполнении местных музыкантов. Просьба мэра об открытии в Соренто почтового отделения была в результате удовлетворена. Кто бы мог подумать, что поводом для создания этой удивительно красивой песни стала такая банальность. Она требует от певца настоящего искусства пения. Не напевания, не пения с помощью микрофона, а владения голосом в полной мере. Поэтому эту песню сами вокалисты называют мостиком к белькантам. В этой песне действительно великолепные мелодии, широкая кантилена, как говорят вокалисты, которые требуют искусства дыхания, владения и звучания голосом и на высоких нотах, и в низком регистре. Мастера-исполнители позволяли себе импровизации и сложные фиоритуры. Поэтому она требует действительно профессиональной подготовки и большого искусства. Мастера-исполнители позволяли себе импровизации и на высоких нотах, и на высоких нотах, и на высоких нотах, и на высоких нотах. Мастера-исполнители позволяли себе импровизации и на высоких нотах, и на высоких нотах. Слушал с удовольствием и сам просто учил, но вокально-технические, исполнительские у меня таких возможностей тогда не было. Ну, чуть погодя, когда я уже стал на более высокий уровень исполнения, когда вокально-технические возможности соприкасаются с исполнительским мастерством, и тогда я уже стал исполнять их, и меня они очень нравятся. И я с большим удовольствием их исполняю. Популярная народная неаполитанская песня «Санта-Лючия» считается первой неаполитанской песней, у которой появился перевод с неаполитанского диалекта на итальянский язык. Она была записана Энрику Корузо в 1916 году и мгновенно облетела весь мир. Нашему слушателю она известна в исполнении знаменитого музыкального вундеркинда 60-х годов прошлого века Робертину Лоретти. Текст песни описывает красочное прибрежное местечко Санта-Лючия на берегу Неаполитанского залива. Моя первая встреча с неаполитанской песней состоялась так давно, что я даже толком вспомнить не могу, как это было. А было это, в принципе, так. В 1958 году мой двоюродный брат ездил на фестиваль, всесоюзный фестиваль, или всемирный фестиваль, не помню, в Москву, на фестиваль молодежи и студентов. И он оттуда привез пластинку Робертина Лоретти. Классические инструменты неаполитанской песни – мандолина и гитара. Однако современные композиторы и исполнители значительно расширили этот список. Сегодня неаполитанские песни исполняются в сопровождении многих инструментов и в оригинальных аранжировках. В 90-е годы XX века и в начале XXI века появилось такое явление неомелодизм, когда любимые мелодии стали соединяться с фламенко, с латинскими жанрами, с джаз-роковыми, может быть. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В Советском Союзе неаполитанские песни пользовались большим успехом. Их пели многие певцы на итальянском и на русском языках. В ряду имен выделяются два, пожалуй, самых известных – Михаил Александрович и Муслим Магомаев. Неповторимый баритон, высокий артистизм и душевная щедрость Муслима Магомаева покорили не одно поколение слушателей. И хотя его жанровый диапазон был очень широк, неаполитанской песне он всегда уделял особое внимание. Скажите девушке, она русский была переведена, потом, ты хочешь быть американцем, ну, конечно, там очень много, огромное количество песен, тысячи, тысячи, десятки тысяч, на самом деле. И темы невероятно мелодичные, потрясающие. При довольно простой гармонии они запоминаются вот так, с одного буквального слышания на всю жизнь. Неаполитанскую песню у нас любили и в Советском Союзе. Естественно, почему ее любили, ее было трудно запретить по каким-то идеологическим мотивам. Песни про солнце, про любовь, про счастье, про общепризнанные гуманитарные нормы. И поэтому, как таковое, официальному запрету эти песни не подверглись. Но исполнялись они преимущественно в творстве Михаила Александровича. Песня. Песня. Итальянская неаполитанская песня поется и в наши дни. Причем поется на любом тое, на любом мероприятии. В репертуаре любого певца можно найти как минимум 3-4 песен из этого жанра. Я, в принципе, не удивлюсь, если лет через 5 у Солюмии скажут, что это казахская народная песня до такой степени. Она часто поется и часто на слуху, уже на слуху у всех и у вся. Итальянская песня Итальянская песня Итальянская песня Итальянская песня Итальянская песня. Простой и проникновенный рассказ о любви, счастливой или нет, не заменят никакие даже самые яркие новаторские эксперименты. Именно поэтому неаполитанская песня воскресает вновь и вновь, даря радость новым поколениям слушателей. С вами была программа «История одного шедевра». Увидимся через неделю, любви вам!